Я родился в Москве, и я вот ее считаю своей такой малой родиной, поскольку у меня и мама родилась, и деды, и прадеды, и прапрадеды, и дальше, дальше. И вообще вся моя жизнь связана с Москвой. Но гитара возникла спонтанно, так вот, как это бывает, знаете, в детстве. Ну, у некоторых это в подъездах там случается, на заре там юности, а у меня там в пионерском лагере. Вот, там ребята что-то такое лобали, вот, но я был заворожен, так сказать, этой ситуацией, и написал маме письмо, так, романтично, все. И по приезду к моему домой меня ждал такой сюрприз, гитара. Такого не было, знаете, как очутиться в нужном времени, в нужном месте, в нужное время. Такого не было, я вот, я все смотрел по сторонам, от чего можно оттолкнуться, воодушевиться и так далее. А у меня все как-то так плавно, долго-долго. И я даже не заметил, когда Сталин со мной дружить и поддерживать меня, и помогать мне. Но это настолько плавно, и, как, знаете, как в музыке, как в такой пещере растянутой. Это такая некоторая капля, которая долбит камень. То есть я уже настроился на нечто, и уже это не отпускал. И, видимо, это работает. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Хочется, конечно, совершаться, и дальше, и дальше. И если концерт каким-то образом не удается, я просто болею долго и мучительно. У меня все болит, позвоночник, нервная система сады на пределах. Вот, а если он удачный, я тоже болею, но с другим знаком. Иногда чувствуешь вот зал, иногда не чувствуешь, иногда тебе не до этого. Ты замыкаешься, наоборот, погружаешься в музыку и забываешь. А вообще, когда просто отвлекаешься на публику, это ужасно вредит музыке. Ни в коем случае нельзя смотреть в глаза никому. Потому что это отвлекает, и ты выбиваешься из музыки. На максимум задача погрузиться в музыку, но, так сказать, не забывая о том, где ты и что происходит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Можно назвать струной, а можно назвать некоторой такой антенной, что ли, которая посылает в космос сигналы, чтобы принять оттуда. Вот, если даже ничего не происходит годами, иногда даже десятилетиями, на самом деле это самый глубокий творческий процесс, бурлящий, я бы даже сказал, который рано или поздно что-то выливается. Или не выливается. Просто он напряжен, как струна, как антенна, и он ждет результатов. Я до сих пор, возвращаясь к этой антенне, она до сих пор работает, несмотря на что. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я помню, он все время сидел с гитарой, а мы там своими делами занимались. Я сидел в тишине, я там в комнате, просто отслушивал какие-то пластинки. Правда, в школе я все время стучал практически на всех уроках, где можно было стучать, где преподавать. На всех учеников стучал. Я брал эти самые учебники и тетради, и у меня были ручки-карандаши, и я все время стучал. Теперь стучу на концерт. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, нельзя сказать, что вот он там, какой-то сын, а я вот отец какой-то. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Да нет, но дело в том, что у него семья, у меня семья, у него своя жизнь, у меня своя жизнь. И, конечно, чем вообще, я так вот думаю, что чем ближе люди живут друг с другом, а в смысле географически, тем они дальше становятся. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У меня никогда нет такое ощущение, что у кого-то там своя жизнь, что у меня своя жизнь. Я в любой момент, там, сколько бы мы ни виделись, у меня такое ощущение, что мы только что расстались. совершенно равных я несколько моложусь а он немножко матерей у нас круг и интересов примерно общий и восприятие жизни я надеюсь конечно мы столько времени не продержались бы вместе не думали ну да это логично ну ваня у меня есть такой сынок ваня большая мечта с ним вот вообще играть вот с мишей с ним а вот для меня было большим счастьем а вот так вот сеть с ним заниматься его во первых это не моем характере он должен сам и все занимались музыкой до какой-то степени но кто-то пошел дальше кто-то не пошел да вообще дети все замечательные не начали жаловаться у меня такая семья обширная а вот и поклон моей супруги и вообще все прекрасно внуки у меня масса внуков в этом смысле абсолютно счастлив и в общем и это меня тоже все поддерживает очень и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Они как-то так вот абстрагируются от обстоятельств, в которые они попали И буквально вот становится для меня вот это очень важно Главное, чтобы был полный зал Любой, там 50 человек, 50, 100, 100, 1000, 1000 Меня это всегда вдохновляет А все остальное, конечно, я бы пожелал многим написать хотя бы одну вещь О которой музыкант, по-моему, сказать, что вот в этой вещи вся моя жизнь Это очень непросто Добавил субтитры сделал DimaTorzok